По итогам проведения выборов президента можно с уверенностью сказать, что наблюдатели от общественных палац со своей задачей справились. Они первыми фиксировали нарушения в ходе голосования. Так в Люберецком районе именно общественники забили тревогу во время вброса бюллетеней. Погрешности были, где-то были жалобы, если я ничего не путаю, в Пушкинском районе, что очень неудобно расположили общественных наблюдателей. Они к этому процессу готовились, изучали золотой стандарт, а места были, ну скажем, не в партере. И они почувствовали дискриминацию на фоне наблюдателей от кандидатов и, в общем-то, выразили претензию. Были мелкие нарушения на разных территориях, где-то был перебой с электричеством, где-то выходили в строй КАИБы. Это такая традиционная проза жизни, которая сопровождает, сопутствует любой выборный процесс. Практически все избирательные участки оснащены видеокамерами и КАИБами. За ходом голосования следят наблюдатели от общественных палат, кандидатов и политических партий. Все это сделано для того, чтобы выборы были прозрачными. Но наши люди, наши общественники, которые бескорыстно, абсолютно бесплатно сегодня провели весь день на избирательных участках, в целом, в большинстве своем справились. Если подобная практика общественного наблюдения вообще в России приживется, потому что пока эта поправка распространяется только на выборы президента Российской Федерации. Я думаю, что мы наше мастерство, качество нашей работы тоже будем улучшать. 18 марта также работала миссия наблюдателей от СНГ. Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень доверия населения к проведению выборов, активность жителей и их гражданскую позицию. Сегодня была абсолютно, на мой взгляд, такая очень милая ситуация. Папа проголосовал молодой, потом так радостно подкидывает ребенка и говорит, ну все, доча, мы проголосовали. Мы свой долг исполнили, да, потом тут же проголосовала мама и дальше уходят. То есть и приходят и двое деток, и трое с собой приводят. И, на мой взгляд, это тоже такой очень важный элемент приобщения детей и разъяснения, да, то есть своим поведением разъяснения ребенку важности вообще исполнения своего гражданского долга. Вот с такого маленького возраста. Институт наблюдателей от общественных палат продолжит свою работу, пока эта структура может функционировать только на выборах президента. В планах общественной палаты Российской Федерации внести такие же изменения в процедуру выборов губернатора и региональных парламентов. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания, Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова